Василий Николаевич Манских. Добрый день, дорогие коллеги. Я все равно скажу вступление. Поскольку школа молодых ученых, то я полагал правильным поделиться скорее опытом не о новейших достижениях науки, а о некоторых прагматических, практических аспектах моей собственной работы профессиональной, который мог быть полезен прежде всего молодым исследователям. Дело в том, что, как мы знаем, наши лаборатории часто бывают мультидисциплинарными, и там исследователям приходится выполнять морфологическую часть работы, исследовать изменения в тканях на гистологических срезах. Все знают, что для этого используется обзорная методика окраска гемотоксилина и азина. Это классика, хотя она была еще с 19 века введена в обиход. Менее известно о других, на самом деле, довольно старых, но очень полезных методах, которые до сих пор используются в лабораториях, морфологических, несмотря на то, что, конечно же, существует и иммуногистохимия с конфокальной микроскопией, существуют уже методы изучения транскриптома ин-ситу. Тем не менее, вот эти методики гистохимические, классической гистохимии, хотя о них сейчас труднее узнать о их возможностях, тем не менее, на самом деле, они продолжают оставаться актуальными, и их полезно иметь в арсенале лаборатории, так же, как обязательно, например, у нас в любой лаборатории, где есть морфологические исследования, обязательно имеется все необходимое для окраски гемотоксилина и азина. Так вот, перечисленные мной сегодня методы, желательно использовать в любой, о которых я буду рассказывать, желательно иметь в любой лаборатории как рутинные. Чем они замечательны? Первое, они, во-первых, они дешевые. Эти реактивы, которые для этого используются, они могут быть куплены и храниться даже не годами, десятилетиями. И по мере необходимости, значит, можно тот или иной метод применить, ну, когда вам угодно, не ждать месяцами закупки необходимых реактивов, а как вы дальше увидите, у них довольно широкий спектр и арсенал применимости. Второй момент, который я уже, в общем-то, упомянул, это универсальность. Антитела, вот вы купили антитела, допустим, работающие для крыс, а для человеческого материала вам придется уже закупать новые антитела, а не дай бог вы перейдете на какую-нибудь экзотику, на песчанок. Все, можно считать, что антител у вас больше нет, это не говоря уже о лягушках и так далее. То есть там уже настолько проблемы, что это сложные подборы. Здесь такой проблемы нет. Здесь, к счастью, те же самые биохимические структуры встречаются у всех позвоночных и даже беспозвоночных животных. Поэтому этот арсенал методов, им необходимо владеть, по сути, любому исследователю, который использует морфологические методики. Итак, я сегодня расскажу о самых актуальных методиках, еще раз, которые желательно иметь в лаборатории. Так, это работает? Или не очень? А, что-то не переключает. Да? Ну хорошо. Итак, первый метод, о котором нужно знать, и который невероятно актуален, потому что сложно найти методику, которая была бы настолько полезной. То есть, если у вас есть гемотоксилин и азин, обязательно должен в холодильник читать реактив ШИФа. Почему? Потому что это простая, на самом деле, и универсальная технология. Здесь приведена ее пропись по вариации Макмануса, которую мы используем. Окисление периодной кислотой, дальше обработка реактивом ШИФа, дальше докрашивание. Вроде бы ничего сложного. Вот. И действительно методика простая. Но выявляет она, в общем-то, все соединения, в состав которой входят в полисахаридные группы, в большом, в мажорном количестве. Но что в итоге получается? Получается так. Получается, что мы, благодаря такой технологии, можем увидеть... Так, а этот самый, тоже лазерный указ, тоже не работает, что ли? Да, вроде включался. А, вот все. Спасибо. Да, что мы можем увидеть? Вот здесь приведены некоторые нормальные, и не совсем даже нормальные структуры, которые мы можем визуализировать после акции. Во-первых, это классический метод выявления гликогена в печени. Что важно, когда вы... И не только в печени. Допустим, при изучении диабетических диабета мы видим аномальное накопление гликогена, например, при глюкозурии, в максимальных канальцах почек. Более того, он скапливается очень интересно. Он скапливается в околоядерной области, в так называемых ядерных вакуолях, и мы видим гликогеновые гранулы как бы в ядре, на самом деле в инвагинациях стоплазма в ядро. Это косвенный признак глюкозурии, например. Дальше мы видим, собственно говоря, что шик-реакция прекрасный метод, которым можно отличить проксимальные и дистальные каналицы почек. Благодаря наличию, собственно говоря, щеточной каемки, вот здесь она окрашена в яркий такой насыщенный красно-фиолетовый цвет, вы видите, что это проксимальный канализ, а вот рядом расположен дистальный, у которого этого нет. И, конечно же, это важно, когда вы изучаете поражение, например, при острой почечной недостаточности, вообще при токсических воздействиях, чтобы идентифицировать особенно... Ну, в общем, это актуально, это проще для примархометрических исследований и так далее. Ну и наконец, не наконец, а еще дальше будет, наконец для этой картинки. Шик-реакция — это прекрасный метод визуализации базальных мембран эпителия. Вот здесь канальцы почек в месте, где происходит их атрофия на самом деле. И вы видите, здесь, значит, это случай экспериментальной системной красной волчанки. Там происходят воспалительные поражения, там происходит гибель и разрушение канальцев, фиброз. И вы видите, вот здесь вот сморщенная извилистая базальная мембрана. Ее хорошо здесь видно, что она... Что, собственно говоря, часть эпителия канальцев погибла, да, и поэтому тургор мембраны сниже, она появилась вот в такие вот складки. То есть, таким образом, мы можем очень хорошо оценить состояние, ну, собственно, стромальной структуры, так сказать, стромального каркаса базальных этих самых канальцев, не только почек, но вообще любых, на самом деле, тубулярных структур. Это очень актуально бывает. Значит, следующее... Можно перелиснуть? Не листается, что ли? Опа! А почему-то раньше вот здесь пролочек. Так, а вот этот пульт листает? Сейчас. Может, он... Где я сейчас что-нибудь ничего сделаю? Не хочет листать? Не очень понял, что почему-то... О, как странно. Почему? Где я сейчас листается? Да. Вот. А вот непосредственное приложение этой же методики не к изучению, в общем, нормальных структур, а к патологическим структурам. Вот здесь мы видим на вот этой картинке срез печени после воздействия классического агента, индуцирующего печёночную, называемую токсическую дистрофию печени или жёлтую дистрофию печени, или, в общем-то, такая классическая модель для изучения процесса регенерации, повреждения печени после введения тиоацетамида. И что мы здесь видим? Взагляя окраски, значит, вот этой паз-реакции, мы прекрасно видим сохранившиеся гепатоциты, абсолютно интактные, они располагаются в перепортальных зонах, да, вот они, и повреждённые гепатоциты, вовлечённые в процесс, располагающие преимущественно в перецентральных зонах, которые гликогена при тактическом воздействии лишаются, даже если не гибнут. Вот эти клетки находятся в состоянии гипертрофии и регенерации, но гликогена они лишились. Таким образом, паз-реакция позволяет нам достаточно чётко, морфометрически определить зоны, собственно говоря, подвергнутые токсическому воздействию и оставшиеся абсолютно интактными. На следующем, значит, слайде показан, не слайде, вернее, а картинке, показан почечный клубочек, и что мы здесь опять же видим? Мы видим два почечных клубочка, у них немножко разный паттерн поражений, но и в том, и в другом случае мы видим гликопротеидовые депозиты. Вот здесь целое поле занято этим паз-позитивным материалом, здесь он более диффузный, вот, видно, что петли заняты. Это что? В первом случае это гликированные белки при экспериментальном диабете у мышей линии Аби-Аби, значит, такая генетически изменённая есть линия животных, и мы видим, значит, у них типические поражения почек, которые при окраске гемотоксилина и азина просто не выявляются, адекватно не выявляются. А здесь мы видим, это мышь генетически изменённой линии со спонтанной красной системной красной волчанкой, и мы видим отложение иммунных комплексов в клубочках почки. Таким образом, вы видите, что благодаря, собственно говоря, паз-реакции мы можем оценить поражение органа мишени, как при диабете, так и при системной красной волчанке. А, должен листаться, да? Да. Ну и раз мы говорим о поражениях почек, и вообще паз-реакции это стандартный метод при изучении почек, если вы изучаете почку, вы просто обязаны один средств покрасить гемотоксилин и азином, а второй покрасить с помощью шуик-реакции, потому что для почек это просто метод золотого стандарта. Так много важных вещей он выявляет. А вот этот метод, это модификация методов, не очень известная в России, но широко распространенная за рубежом, модификация метода шик-реакции, где в качестве реактива шифа используется особым образом приготовленный раствор серебра с метанамином, так называемый метод посеребрения по Джонсу. Чем он замечательен? Тем, что он более избирательно выявляет базальные мембраны и вот эти вот гликопротеидные депозиты. То есть, как мы видим здесь, не очень отчетливо окрашены, допустим, проксимальные канальцы, зато прекрасно видим, он здесь черный, значит, матрикс вот этих вот между капиллярными петлями на скопление гликопротеидного матрикса, собственно говоря, который, ну, как вы видите, здесь вообще в огромном изобилии откладывается при аутоиммунных поражениях. Этот метод считается более корректным, более четким, особенно если вы используете в последующем машинную морфометрию, если вы не вручную обводите что-то, а вот по количеству черного цвета в клубочке, то считается более корректным этот подход для изучения, собственно говоря, поражения при аутоиммунных заболеваниях. Поэтому серебрение по Джонсу даже считается более подходящим вариантом шик-реакции. Ну и наконец, а, можно листать, забыл совсем. Да, не наконец, на самом деле. Еще одна важная штука, где опять же пас-реакция может быть использована, это выявление микроорганизмов в тканях. Если вы изучаете сепсис или вообще любые инфицированные какие-то объекты, то неважно, грамм положительные или грамм отрицательные бактерии, вам просто нужно увидеть, есть ли микроорганизмы в тканях. То пас-реакция – это ваш выбор. И вот здесь как раз есть, значит, ну это особый случай, это, значит, лимфоидная ткань, где постоянно туда поступают организмы, это у кроликов есть такое явление. И вы видите, что среди лимфоцитов огромное количество пас-позитивных микроорганизмов, вот этих коротких палочек, да? Вот, прекрасно их здесь видно среди клеток, и можно даже количественно определять. На втором рисунке тоже микроорганизмы, но уже другого рода. Это кандидоз у голого землекопа, впервые, кстати, его наблюдали у него. Так вот, вы видите, это стенка пищевода, и роговые массы просто пронизаны, опять же, пас-позитивными нитями псевдомицелия грибов кандида. Мы прекрасно можем это визуализировать. Ну и еще одно применение, очень широкое, с помощью пас-реакции мы можем изучать продукцию различных желез. В данном случае это железы желудка, значит, кролика, и вы видите, что слизистые мукоциты, их секрет, опять же, можно избирательно визуализировать пас-реакции. Правда, нужно помнить, что в данном случае пас-реакция не универсальна, и, скажем, кишечные муцины не окрашиваются, не всегда окрашиваются пас-реакции, там есть разные варианты секреции. Вот здесь как раз есть срез кишечника, окрашенный, вот современный подход предполагает, что если вы выявляете муцины, то вместе с пас-реакцией на одном срезе вы должны окрасить также срезы альциановым синим. И тогда вы видите, что наряду с бакалавидными клетками, секретирующими полисахаридные, так сказать, продукты, вернее, гликопротеидные продукты, вы можете увидеть и муцины кишечного типа, они не окрашиваются шик-реакцией, они просто такого синего цвета. Кстати, это очень важно при изучении, скажем, кишечной метаплазии в желудке. В желудке, как вы видели на предыдущем слайде, все муцины окрашиваются шик-реакцией. Если вы, значит, выявляете там внезапно синюю слизь, синие муцины, значит, вы имеете дело с перестройкой слизистой оболочки, с так называемой кишечной метаплазией, а это, как вы, наверное, знаете, чрезвычайно важный аспект при изучении регенерации слизистой оболочки. Это, в общем-то, предраковое состояние зачастую бывает. Ну и, наконец, последнее, что сказать можно о ПАС-реакции, то, что она прекрасно окрашивает очень многие эндокринные секреторные субстанции. Сегодня говорили про ренин. Так вот, ПАС-реакция замечательно может без всякой иммуногистохимии визуализировать ренин-секретирующие клетки. Это почечный клубочек вполне нормальный у мыши. А вот это вот, это вот и есть, собственно говоря, юкстагломерулярный аппарат. Это преобразованные, значит, гладкомышечные клетки, да, артерии. И, значит, вы вот видите, они имеют такой эпителиоподобный даже как бы на связи характер. И вот эти вот ПАС-позитивные множественные гранулы красноватого, красноватого, темного, красного цвета, это и есть гранулы ренина, да, которые выбрасываются, когда это необходимо. Вот так выглядит это при ПАС-реакции. На гематоксилин и азене, конечно, вы это визуализировать не сможете. Поэтому ПАС-реакция – это наиболее полезный из гистохимических методов. А вторая группа методов, которые обязательно нужно иметь в лаборатории, уметь делать и, значит, знать, какие ограничения и возможности, это целая группа окрасок на фиброз и на коллаген. Значит, их существует довольно много. И на Западе обычно требуют окрашивать по масону. Я не люблю окраску по масону, не рекомендую эту методику. Почему? Потому что вроде с одной стороны она неплоха. Неплоха, прекрасно окрашиваются ядра в такой черно-синий цвет, да, но именно из-за того, что там используется краситель гематоксилин Вейгарта, который дает такие фиолетовые тона, когда вам придется измерять количество, собственно говоря, цинлиной ткани, коллагена, фиброз, то на таких срезах вам это будет делать порой очень затруднительно, потому что будет, даже это здесь заметно, будет огромное количество переходных тонов. Очень сложно настроить измерение, значит, на изучение именно коллагена. Вам будет, ну, из-за такой вот неконтрастной гаммы. Поэтому метод Массона, в общем-то, не самый лучший метод для изучения фиброза. Гораздо лучше использовать метод, который называется окраска азаном по Гейденгайну. Менее почему-то сейчас она стала популярной, хотя, как вы и здесь видите, здесь есть практически одни, значит, очень четкие красные и синие тона. Вот здесь вы видите срез сердца, да, и это, собственно говоря, папиллярная мышца с этим самым, с местным прикреплением сухожильной нити. И вы видите, что заяковаривающие коллагеновые волокна очень четко до самых тонких веточек прослеживаются в этой папиллярной мышце. Ну, а здесь срез почки голого землекопа на самом деле, и вы видите, что коллагеновые волокна довольно четко и контрастно здесь появляются, в отличие от, допустим, клеток канальцев. Да, есть небольшое окрашивание щеточной каемки. К сожалению, с этим приходится считаться при всех методах окраски с вот этой группы. Но, тем не менее, в принципе, здесь подсчет и изучение коллагена и выраженности фиброза не составляет труда. Таким образом, метод выбора — это, конечно, азановый метод Гейденгайна, а не метод Масона, который вы можете найти, если начнете выбирать метод окраски фиброза, то он вам пойдет с первым. У него есть и другие применения. Например, вот здесь с помощью азана Гейденгайна можно увидеть, допустим, разные типы островковых клеток без антител. Вот здесь островок кролика, островок лангерганца в поджелудочной железе. И вы видите, что альфа-клетки прекрасно выявляются, как темно-красные вот эти вот элементы, а светло-розовый — это бета-клетки. Здесь еще интереснее. Здесь совмещены два метода окрашивания в островке. А краска по Гейденгайну с паральдегидфуксином, к сожалению, цветопередача не очень хороша, но, в принципе, видно, что бета-клетки содержат инсулин, он темно-фиолетовый. Альфа-клетки здесь красного цвета, темно-красный в центре островка. Это островок, опять же, голого землекопа. А по периферии островка из альфа-клеток вот эти вот с дымчато-голубой экстоплазмой клетки — это самотоцитин, продуцирующие, собственно говоря, С-клетки. То есть мы видим практически все мажорные типы клеток островков-лангерганца без применения антител. Ну и, говоря еще раз о коллагеновых окрасках, упомяну, что в России как-то традиционно, уж не знаю почему, наибольшую популярность получил метод Ван Гизона. Это окрашивание с помощью пикрофуксина. Но дело в том, что, я не знаю почему, именно такая вариация приобрела в России популярность как раз именно пикрофуксином, потому что на самом деле это не самая удачная версия этого метода. Потому что фуксин, кислый фуксин, он очень быстро вымывается водой, он очень быстро выцветает, окраска часто бывает неконтрастная какая-то такая, а все в оранжевый цвет. Так вот, значит, на самом деле наиболее адекватной модификацией этой методики является применение не пикрофуксина, а пикро пунцового С. Реактива, который стандартно используется в биохимических лабораториях для окраски блотов, блотов, потому что, ну, для выявления белковых этих полосок, да, пунцово-понца С. Так вот, и расквор его в пикриновой кислоте дает очень стойкую и, как видите, очень контрастную окраску. Это срез кожи крысы, да, и вы видите, насколько насыщенно ярко окрашена дерма, и в отличие, скажем, от мышечных клеток или клеток эпидермиса. И вот это срез эпидидемиса, значит, мыши, спермии, и основу стенки эпидидемис составляет, естественно, мышечная ткань, она здесь желтая, и тонкий слой коллагеновых волокон под эпителем очень контрастно выявляется окрашенным в красный цвет. Таким образом, не пикрофуксин, а пикропонсо-С. Это на самом деле лучшая модификация, широко используемая методом ангизона. Вот, ну и говоря о выявлении разных полокнистых таких вот структур ценительной ткани, нельзя не сказать пару слов о выявлении ретикулина, или основой его является коллаген третьего типа, хотя здесь, в общем-то, не он является, выявляется сопутствующий микрофибриллярный белок, а не коллаген третьего типа. Дело в том, что ряд органов, селезенка, или, скажем, лимфатические узлы, эндогринные железы, их строма состоит преимущественно как раз из ретикулина, в основе лежит коллаген третьего типа. И вот там для выявления самых разнообразных изменений, в том числе так называемого ретикулинового фиброза, скажем, в костном мозге, зачастую фиброз сопровождается не образованием грубых коллагеновых волокон первого типа, а вот усиление сети ретикулинового каркаса. И вот для выявления ретикулина используют методы серебрения. Опять же, во всех руководствах вы найдете, что, если вы найдете, метод Гомори будут применять, или метод Бельшовского иногда. На самом деле, лучшим методом является метод Гёрдена Свита, его пропись здесь приведена. Она позволяет очень контрастно и ярко выявлять, собственно говоря, ретикулиновый каркас. Вот здесь слизистая оболочка желудка кролика, и как видите, ее архитектоника, здесь просто не докрашены ядра, можно докрасить ядра, и как видите, ее архитектоника очень хорошо выявляется с помощью ретикулинового каркаса. Каждая желудочная железа обведена таким вот слоем ретикулиновых волокон. Поэтому окраска на ретикулин – это классический такой стандартный подход для изучения того, сохранна архитектоника органа или несохранна. Второй подход, вернее, второй аспект применения метода окраски на ретикулин – это морфометрия. Вот здесь срез, значит, на самом деле кардиомиоцитов, и в целом на гематоксилиной азине бывает сложно измерить их диаметр. Почему? Потому что, ну, они зачастую границы, их не очень хорошо видны, и непонятно, вы, они здесь соприкасаются, касаются две клетки вместе или они раздельно. А вот, когда вы окрашиваете на ретикулин, таких вопросов не возникает. Вы сразу видите границы каждого отдельного мышечного волокна. Ну и, наконец, метод Гердена-Свита позволяет отличать участки, допустим, опухолевой, не только опухолевой, пролиферации из селенотканных и из эпителиальных клеток. Вот здесь представлены три среза. Один срез – это фибросаркома, один – это опухоль из гладкомышечных клеток, клеемия саркома, а это миоэпителиальная опухоль, вроде бы тоже, ну, эпителиальные гладкомышечные клетки. На гематоксилинозин это все великенообразные клеточные какие-то пролиферации. Но мы видим, что с селенотканной клетки каждая клеточка оплетена ретикулином, а в эпителиальной, миоэпителиальной, так сказать, опухоли ретикулин образуют только в строме, только в стромальных септах. Эпителиальные пролифераты, даже несмотря на то, что они имеют, в общем-то, похожую на гладкомышечные клетки морфологию, никакого ретикулинного каркаса не образуют. Ну и два слова скажу, что еще существует один подход, он называется окраска пикрополихромом, это если нам нужно посмотреть динамику созревания санитной ткани и образование костной ткани. Вот здесь представлены три среза, это импланты черепа, в которых изучался процесс и остеогенеза, и созревания рубцовой ткани. Здесь он, как вы видите, минимальный. Значит, в чем суть? Суть в том, что, по сути, окрашивается один срез в смеси, где добавлен и анилиновый синий, ну или там метиловый синий, и кислый фуксин. И таким образом, в зависимости от плотности, от зрелости коллагена окрашивается либо в синий, если он незрелый, либо в красный, если он уже зрелый, плотный, хорошо сформированный рубцовый коллаген. Ну и костная ткань тоже окрашивается в красный цвет. И вот вы видите здесь, это примерно одни и те же сроки, но разные материалы имплантов. Здесь вы видите коллаген просто не созревает, идет постоянное непрерывное воспаление. Здесь вы видите, уже образовались участки сформированного рубца, а здесь вы видите даже уже остеогенез, и костная ткань прекрасно таким медным визуализируется. Вот замечательный такой вот подход есть. К сожалению, крайне малоизвестный. В западных руководствах он иногда встречается. У нас ни одно из российских руководств не содержит описание этой методики. Почему-то. Вот. Ну, а следующий метод, который мы используем в практике, который полезно уметь делать, это методы окраски фибрина. Когда вы изучаете кровоизлияние, аутоиммунные процессы или некротические явления всякие разные, вам эти методы могут оказаться полезными. Ну, самым полезным является окраска MSB, она называется. К сожалению, у нее есть одна проблема. Эти реактивы довольно для нее почему-то достаточно сложно достать. Они все, к сожалению, синтезируются, исключительно на Западе. И сейчас даже некоторые фирмы, в общем-то, ну, в общем, осталось очень немного фирм, где их можно было купить. Значит, поэтому метод, конечно, замечательный, если вам удастся найти реактивы, он, конечно, прекрасен. И вот здесь как раз показано, или, кстати, их можно синтезировать. Ну, в общем, к сожалению, есть проблемы с реактивами. Но MSB это лучший метод окрашивания фибриновых депозитов. Здесь почка крысы, опять же, пораженной системной красной волчанкой экспериментальной. Что мы здесь видим? Мы видим вот эти клубочки и видим отложение фибрина. Дело в том, что этот метод позволяет определить давность депозитов фибрина. Если фибрин совсем свежий, он окрашивается в желтый или оранжевый цвет. Если он, как здесь, зрелый фибрин, он окрашивается в красный цвет. И, наконец, фибрин старый и организованный окрашивается в синий цвет, практически как коллаген. Этот метод поэтому очень любим судебными медиками для определения давности, скажем, какого-то повреждения. Но поскольку, как я уже сказал, при всей замечательности метода реактивы к нему не очень доступны, в свое время в нашей лаборатории мы попробовали разные методы окрашивания фибрина для того, чтобы понять, а можно ли что-то более доступное использовать как селективный метод. И вот на этом слайде представлены срезы одного и того же поражения. Это так называемый отреальный тромбоз у мышей и у крыс. Иногда по некоторым причинам, одно из самых частых, особенно у мышей, заболеваний, когда в предсердии нарушается реология крови и образуется тромб. Мышь с ним может довольно долго жить, он может организовываться, а может погибнуть от этого тромбоза. Но, тем не менее, реальный тромбоз, то есть предсердный тромбоз, достаточно частое явление у мышей. И вот такой тромб, уже довольно такой старый, с признаками организации, был покрашен разными методами. В России часто используется пикромалорий, но, как вы видите, метод отвратителен. На самом деле, фибрин и ткань миокарда окрашены практически одинаково. ПАС-реакция тоже не особенно четко выявляет. Да, фибрин, конечно, несколько более темный, но, тем не менее, мы знаем, что миокарда содержит гликоген, и, в общем-то, это не очень контрастный. Внезапно оказалось, что старый метод Шуининова, окраска фосфором альфрамовым гемотоксилином, который, ну, я видел, некоторые к нему так пренебрежительно относятся, зачем вообще его помнить, хотя в некоторых старых руководствах он есть, внезапно оказался наилучшим. Как вы видите, тромб прекрасно виден, очень хорошо выявляется, и, может быть, его площадь, его может быть, легко измерена, и он явно отличается по окрашиванию от волокон миокарда. Таким образом, метод Шуининова, на самом деле, как ни странно, из всех доступных методов по видим методу выбора, если вам нужно покрасить фибрин в пораженной ткани. Ну, еще есть группа методов окрашивания эластических волокон. Наилучшим, их несколько, они, в принципе, все неплохие, наилучший результат показал в нашей лаборатории метод Вейгарта, краска, так называемым, резорцин фоксином. Для чего нужно окрашивать на эластику? На самом деле, ну, классически, чтобы посмотреть состояние стенки сосуда, да, артерии, например. Но на самом деле, это редкое применение, потому что, в общем, нас крайне редко интересует состояние эластического каркаса аорты, или, значит, эластических мембран периферических артерий. Но вот где часто его приходится применять, так это очень неожиданный аспект для разграничения от электаза и пневмонии, например, в легких. Дело в том, что эластика тоже маркер состояния каркаса. Вообще, это изучение легких, это очень важно. В легких эластики много, и она пронизывает все легкое. Поэтому, если внезапно так случается, что легкое по механическим причинам или по патологическим причинам просто спалось, то мы видим, что и количество эластического каркаса окажется сгущенным. То есть, вот здесь это не спавшееся легкое, здесь оно спавшееся, и вы видите, что количество эластических элементов здесь тоже кажется как будто бы увеличенным. А вот в этом участке легкого мы видим тоже, как будто бы, вот здесь мы видим, вроде бы, непонятно, не то воспаление, не то просто спадение. Но поскольку здесь увеличенное количество вот этих вот темно-фиолетовых палочек и извитых таких элементов, мы понимаем, что здесь нет, здесь просто от электаз, здесь просто механическое спадение легких. А вот здесь мы не видим такого рода элементов. Поэтому мы можем совершенно четко заключить, что это не механический от электаз, это участок воспалительной инфильтрации. И поэтому здесь имеет место фокус действительно пневмонии и воспаления. Это очень важный подход для того, чтобы отличить еще раз от электаз в легких от очагов воспаления в легких. Ну, конечно, при изучении явлений типа прошедшего там ковида и так далее, эксперименте и прочих воспалительных поражений в легких очень актуальный подход. Достаточно часто приходится выявлять в органах амилоид, амилоидные депозиты. Вот здесь представлены опять же почки с амилоиду, окрашенные на амилоид. Это конго-красный. В принципе, методика не имеет каких-то особых тонкостей, достаточно легко выполняется. Но надо помнить, что помимо окраски конго-красным на амилоид. Есть еще другие методы, и они иногда более адекватны. В частности, метод окрашивания теофлавином С или теофлавином Т. Вот здесь один тоже слез пищевода мыши с амилоидными депозитами. Вот они, амилоидные депозиты, окрашенные в красный цвет. Это они же в поляризованном свете. Это обязательный тест. При окраске конго-красным нужно показать, что еще и они упорядоченные фибрилы, а значит в поляризованном свете будут светиться таким желто-зеленым светом. Ну и окраска теофлавином С. Это метод тоже выявления амилоида. Почему этот метод надо помнить, что он существует? Есть такая группа, как вам всем известно, поражений, как бета-отложение бета-амилоида в головном мозгу. Так вот, не нужно пытаться окрасить бета-амилоид в головном мозгу с помощью конго-красного. Этутаты будут очень плачевные. Ничего специфического там не ведь. Очень сложно это сделать. А вот теофлавином С запросто. Почему? Потому что флюоресцентные методы отличаются слишком мелкие депозиты. А флюоресцентные методы прекрасно их выявляют. И поэтому если мы говорим об амилоидозе в самых разнообразных органах, в селезенке, в почке, в печени, то тогда подводят любой метод. Но если мы ведем речь о бета-амилоиде головного мозга, то здесь теофлавином. Потому что мозговая ткань минимальные плотности, минимальные какие-то дефекты, и сразу вы увидите амилоид-позитивную окраску, которую вам будет очень сложно отличить от истинного амилоида. А истинный амилоид может очень неубедительно окрашиваться в головном мозгу. Еще один важный метод, вернее, не метод, а важная группа методов это выявление разнообразных пигментных положений в тканях. Во-первых, надо помнить о том, что в принципе в тканях вам может встретиться формалиновый пигмент. И это значит, что он существует. И его от всех остальных отличить очень легко. Вы просто берете раствор аммиака, полпроцентный или однопроцентный раствор на 70-процентном спирте. И если это формалиновый пигмент, а он очень сильно может мешать, если, допустим, иммуногистохимию будете делать, да, он похож немножко на продукт реакции, то вы погружаете его в аммиачный спирт, и у вас через несколько минут формального пигмента больше нет. Это простая процедура, они забывают, но, тем не менее, оно очень полезно. То есть, если это артифициальный пигмент, его можно легко удалить. Но есть артифициальные пигменты, это, в частности, реакция Перлса, который выявляет гемоседрин. На самом деле, очень полезная вещь, и не только для того, чтобы выявлять гемоседриновые отложения в старых каких-то инфарктах или кровоизлияниях, но, скажем, для выявления гемолиза интенсивно. Вот здесь представлена селезенка и почка у мыши с гемолитической анемией. То есть, происходило аутоиммунное разрушение эритроцитов, не иммунное, а иммунопоследованное, не аутоиммунное, там было, неважно, в общем, иммунопоследованное разрушение эритроцитов, они захватывались макрофагами, и продукты их распада накапливались в селезенке в виде вот этого синего, здесь он был коричневый при окраске на перл синего пигмента. Ну, а в почке вы видите с помощью реакции это и можно прекрасно визуализировать эти же отложения в канальцах. То есть, если вы видите в канальцах почки отложения коричневого пигмента, нужно обязательно его покрасить на железо. Скорее всего, это маркер разрушения эритроцитов. Но не только гемоседрит может откладываться, может откладываться и другой пигмент липофусцин. И вот здесь сложнее. Дело в том, что на липофусцин нет ни одной толковой реакции, которая бы всегда его выявляла. Классически используется окраска по шморлю. Вот здесь она представлена. Это в лимфатическом узле накопление липофусцина в лимфатическом узле кролика. Он там классический. Там настолько его много, что лимфоузлы выглядят коричневыми. Но, к сожалению, не всегда реакция шморля бывает позитивной. Хотя это откровенный липофусцин. Поэтому, на самом деле, чтобы вам подтвердить липофусциновую природу, приходится его описывать путем нескольких реакций. Во-первых, это шморы. Во-вторых, это окраска суданом или любая жировая окраска ойл-редом и так далее. Дело в том, что липофусцин это особым образом упакованные, скажем так, липиды, которые настолько плотные, что не растворяются ни в ксилоле, ни в спирте, и они выдерживают парафиновую проводку. Поэтому, вот здесь, в надпочечнике накопление липофусциновых гранул. Если вы видите какие-то коричневые гранулы, и они окрашиваются на парафиновых срезах на липиды, это и есть липофусцин. Это один из его маркеров. Ну и, наконец, липофусцин очень устойчив опять же к так называемым кислотоупорным окраскам и метод окрашивания, которым выявляют микобактерии, то есть, собственно говоря, палочки туберкулеза, также выявляет липофусцин. И также, кстати, надо об этом помнить, когда вы, допустим, работаете с соответствующими микроорганизмами. Вот здесь как раз представлены липофусциновые депозиты, окрашенные методами, используемыми для выявления туберкулезных микобактерий. Это, опять же, отложение липофусцина в лимфоузле, окрашенный по методу циля, а есть метод труантофлюоресцентный, то есть, липофусцин этими методами выявляется. Для того, чтобы вам подтвердить наличие липофусциновых гранул, вам приходится применять не один какой-то один метод, а целую группу таких методов. Ну и, если вы занимаетесь изучением холестаза, вам нужно иметь в арсенале метод фуше. Опять же, хороших методов выявления белирубина нет, потому что метод фуше применим только для выявления белирубина в печени, скажем, если вы являете белирубин, образующийся в месте кровоизлияния, метод фуше не годится, и вообще там нормальных методов нет, есть метод Штейна, но опять же, он тоже ненадежный. тем не менее, если мы изучаем изменения в печени и предполагаем холестаз, нам приходится применять вот эту методику. Здесь белирубин, он виден в виде вот таких вот, значит, зеленоватых пробок или вот зеленоватых депозитов. Ну, еще есть меланин, но это нужно бывает довольно редко. Ну и, широкая группа методов на самом деле, и вроде бы самых примитивных это методы окрашивания липидов. Вроде здесь со студенческой скамьи мы знаем, что липиды красить надо суданом, да, ну, суданом, что здесь изобретать. А вот на самом деле не совсем так. Дело в том, что судан-3, который обычно используется в отечественных морфологических лабораториях, это один из самых плохих подходов. Он дает, как правило, очень, во-первых, А, он не позволяет различать типы липидов. Б, он растворяет и удаляет мелкие депозиты, поэтому, если вы изучаете, скажем, липид, дистрофию, жировую дистрофию в миокарде, где она полевидная, так называемая, жировая дистрофия, вы, собственно говоря, просто не увидите, липидные депозиты будут удалены, растворены 70-градусным спиртом, в котором растворяется, собственно, судан. И, в-третьих, он дает часто очень неконтрастное, такое желтоватое окрашивание, в общем, это не самый лучший метод. Поэтому, в принципе, наиболее правильным, наиболее адекватным методом окраски липидов является окраска, почему-то редко используемая, нильским синим, так называемым. Чем она замечательная? Это водный раствор, поэтому сразу же не отпадает вот этот вот дефект, что могут быть растворены какие-то липидные депозиты. Это, значит, очень контрастное окрашивание. Вот здесь как раз жировая дистрофия печени, крысы. Это препарат, парафиновый слез, банальный, где липидные, а это замороженный слез с того же кусочка. И вы видите, что здесь вот эти розоватые круглые капли, это есть, собственно, жировые депозиты на синем фоне. То есть здесь проблем с распознаванием, собственно говоря, того, что это липидные природы депозиты, нет никакой. Но, в чем еще, что очень важно, при этом методе окрашивания вы можете отличить и тип липидных депозитов. Если это банальные триглицериды, то они окрашиваются в розовый цвет. А если это компоненты мембран, фосфолипиды, они будут окрашиваться в сине-фиолетовый цвет. Зачем это важно? Потому что это говорит нам о том, что происходит. Если это триглицериды в печени, например, то это старый уже процесс, это давно протекающие, собственно, давно образовавшиеся депозиты, и вызваны они метаболической перестройкой гепатоцита. А вот если, как это бывает, допустим, в миокарде или в почке вы видите жировые депозиты фиолетового цвета, это так называемое явление декомпозиции, это компоненты разрушенных мембранных структур, митохондрии и прочее, это острый процесс, допустим, токсический, то есть вы сразу можете даже сказать о природе этих депозитов, о механизме их образования и происхождения. Поэтому окраска на самом деле нильским синим, давно известный метод на самом деле, это наиболее информативный и более полезный способ. Но, как я уже сказал, есть проблема мелких депозитов. Более того, иногда бывает полезно увидеть некоторые липидные депозиты на парафиновых срезах. Вообще, со школьной скамьи мы знаем, что на парафиновых срезах жир не выявляется. Это не так. Если у вас есть доступ к тетраокисиосме, то зафиксированный, допустим, формалидом кусочек вы можете отмыть, бросить его в раствор 1% тетраокисиосме на сутки, и дальше вы можете все, что липидное там было, оно все будет зафиксировано, заосмировано, и на препаратах вы можете увидеть липидные депозиты. Вот здесь участок бывшего инфаркта некроза спонтанного, он бывает у мышей, рядом с улиткой внутреннего уха. Там у них проходит вестибулярная артерия, она часто спонтанно тромбируется из-за аллергических реакций, там иммунные комплексы откладываются, и возникает участок некроза, потом возникает такой цирклинг, известное явление спонтанное, внезапно мы начинаем бегать кругом, это потому, что у нее участок возобразовался. А морфологически мы видим здесь что? Мы видим здесь участок, это были кристаллы холестерина, они не сохранились, а вот мелкие капли липидов из разрушенных клеток, они здесь остались, и вот они окрашены в черный цвет. Это слез семенника, докрашенный здесь окраской сафронином, и мы видим также, что компоненты погибших клеток, когда погибшие сперматогенные клетки погибают, они фагоцитируются клетками сортоли и откладываются в виде вот таких вот, собственно, по сути, почти липофусциновых капель. Фосфолипидные капли в клетках сортоли это остатки погибших сперматогенных клеток. Если их очень много, значит, процесс сперматогена грубо нарушен, значит, идет активная гибель, собственно говоря, сперматогония, сперматоцитов, и мы видим вот эти вот липидные накопления. Это можно видеть на парафиновом срезе. Ну, кроме того, мы можем увидеть на парафиновых срезах такому методу и липидные секреты, которых затруднительно выявлять, допустим, иммуногистохимически. Тот же самый, вот здесь мы видим тестостерон в клетках Лейдега, а вот здесь, собственно говоря, глюкокортикоиды в клетках коры надпочечника. В оба случая это препараты, как я уже сказал, просто парафиновые, фармазофиксированные формализмом, к сочке обработаны тетраоксидом осмия, и мы вот прекрасно на парафиновых срезах видим гормональные эти капли секрета в этих клетках и можем их определить. Ну, одна минута, не более. Можно изучать таким образом и процессы дифференцировки. Вот мы видим в сальнике будущие жировые клетки с гранулами липидов. Ну, и с помощью окраски на липиды мы можем определять, скажем, невидимые на гематоксилиноазине, но прекрасно видимые это клетки ИТА в печени и, допустим, миелиновые, изучать состояние миелиновых оболочек прежде всего на замороженных срезах, но с помощью осмия и на парапиновых срезах. Вот такие возможности стоят в общем-то простые и давно известные методы гистохимических окрасок, которые, как мне кажется, должны быть в любой лаборатории, независимо от ее профиля, где, конечно, производятся морфологические исследования. Ну, наконец, скажу два слова, что подобного рода материал уже много лет собирается в нашей лаборатории. Было написано целое отдельное руководство, где была попытка суммировать и обобщить, можно сказать, за 150 лет подобный опыт. И надеюсь, что скоро эта книжка выйдет в издательство МГУ, где она, в общем-то, принята была. Ну, это все, что я хотел вам сказать сегодня. Ну, благодарю за внимание. Надеюсь, что мое выступление было полезным. Большое спасибо. Очень красочное и интересное выступление.